Здравствуйте! На первом канале вечерние новости в студии Максим Шрафудинов и коротко о главном. Ровно сто процентов показываемого путинской пропагандой вранье и фейк. Конкретный пример репортаж первого канала про визит якобы иностранных СМИ в Херсонскую область. Другие российские телеканалы тоже это показали. И вот как раз Херсонскую область посетила группы иностранных журналистов. На Западе не принято рассказывать о том, как Россия помогает в восстановлении и оказывает гуманитарную поддержку людям на освобожденных территориях, а потому, увидев, как все на самом деле, представители прессы были удивлены. Взять, к примеру, Каховскую ГЭС. Она под защитой российских военных. В первый же день спецоперации российские военные взяли ее под контроль без единого выстрела и с тех пор обеспечивают ее бесперебойную работу. Ничего ни от кого не скрывая, в том числе от иностранных журналистов, которые работают здесь открыто. Итак, что это за иностранные СМИ? Всего в репортаже появляется шесть якобы журналистов. Посмотрим внимательно на каждого и увидим, что ни один из них не является журналистом и не работает в реальных СМИ. Первый. Томас Репер из Германии. Представляет издание «Антишпигель». Такого издания не существует. Это всего лишь название личного блога Репера, живущего, кстати, уже 20 лет в России. В западных мире вообще об этом ничего не говорят, потому что начинаем с того, что все темы в одной блокаде Крыма, на западе вообще не было темы, об этом никто не знает. Второй. Джон Марк Дуган. Тут даже первый канал не смог выдумать СМИ и написал просто. Блогер. На самом деле Дуган бывший полицейский из Флориды, получивший убежище в России и живущий уже шесть лет в Москве. Медиа на западе пишут, что русские потеряли Херсон. Давайте серьезно. Будь то правдой, разве я бы тут стоял в футболке? Я бы стоял в жилете, каске. Не факт, что я бы тут вообще был. Третий. Журналист в кавычках. Не показывает своего лица, не называет имени и реально убегает от телекамеры. Утверждает, что он из агентства Франс Пресс. Но разговаривать отказывается. Понимаете, он настолько журналист, что боится публичности. Ну, тут все понятно. Франс Пресс. Франс Пресс? Да. Но не, по правилам агентства мы не можем давать интервью. Четвертый, почти как третий. Лицо не скрывает, но не называет ни имени, ни СМИ, в котором работает. Просто французский журналист. С той же степенью достоверности он мог бы сказать, что он зимбабвийский космонавт. Я французский журналист, но мы не даем интервью. Пятый, Алехандро Керк из Интернешнл ТВ Нетворк, Венесуэла. Информации о таком телеканале не существует. Об Алехандро Керке тоже. Более того, говорит Керк по-английски с, ну, совершенно не испанским акцентом. Вне камеры они рассказывают, как ВСУ ими прикрывались, как живым щитом, как Азов уничтожал их дома, стрелял в людей. На камеру они боятся это говорить. Шестой. Афанасий Авгиринос из Греции. СМИ, которое он якобы представляет, не названо. В сети есть упоминание, что он работает в Open TV. Но что это такое, неизвестно. Да, живет Авгиринос в Москве. Причем уже 36 лет. Аж с 1986 года. Еще с советских времен. Я вижу, что Европейский Союз превращается в военизирование в какую-то структуру. И НАТО, в том числе, ну, какие-то, ну, какая-то верхушка этой организации желает, чтобы вот эта война продолжалась и продолжалась. Итого, шесть иностранных журналистов в кавычках. Двое вообще отказались представляться. Трое давно живут в России и ни в каких иностранных СМИ не работают. А о шестом, как я его, телеканале нет никакой информации. Так что, напоминаю, путинская пропаганда врет всегда и во всем. Причем врет бездарно. А потому это вранье очень легко вскрывается. Помогайте распространить. Ну и напоследок. Те, кто смотрят все федеральные СМИ, даже не пытаются проверить дезинформацию, вливаемую им в уши. Хавают все. На это и рассчитано. Предсказание Киселева сбылось. Меня зовут Дмитрий Киселев. Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами. Потому что часто это просто агитаторы. И агитатор, автор памфлета, либо это писатель, имеет право на это. Так же, как художник, имеет право покрасить картину в красный цвет всю, целиком. И сказать, что я так вижу мир. У меня такой авторский взгляд. Но журналист не имеет права. Потому что задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том... Это скорее по проблемам публики, которые смотрят на экран и должны понять, кто перед ней. Журналист или агитатор? Мы все-таки говорим о профессиональной журналистике. Именно. Если говорить о people have it, то он будет хавать постоянно снижение уровня. Еще пошли, еще галлее, еще любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение морали и правил. People будет хавать. Но тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, купающимися, как свиньи. И будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью. И вот там мы себя найдем. А ниже уже опуститься будет нельзя. По поводу судьбы вот этой территории, которая до сих пор называется Украина. У вас какие мысли? А с ней что должно быть? Проблема только в кучке негодяев, которые антиконституционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешать на фонарях. А Украина это безусловно часть нашей великой России. Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы. Открыто, откровенно перевешивать на фонарях. И с ним согласны большинство россиян. Имейте это в виду. Украина словно перенеслась во времена гитлеровской оккупации. Скажите, сколько еще тысяч мы должны убить? Украинские нацики, прямые наследники Третьего рейха. Это преступники мирового уровня, которых давно нужно закрывать. Каждая нацистская сволочь, каждый бандервит с татуировки ответит. Каждая сволочь ответит. И Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня. А потом падение города. Уничтожило за пару дней. Катастрофа в СУ в районе Киева. Осталось буквально несколько дней. Как вы знаете, танки на подходе к Киеву. Уже танки в Киеве, они рассказывают о сгоревшей вате, о перемогах. Под Верховной Радой мы увидим зеленых человечков, может через полчаса. Сутки еще будут продолжаться. Да, еще я думаю, да, процесс идет. Танки уже возле Киева. Третье, пятое, максимум восьмое марта уложатся. Зачистка Харькова будет завершена завтра. В следующей неделе закончатся военные действия. Все решится в ближайшие два-три дня. Одесская область, она уже не б*****ка. Эта война продлится, Валерий, ну максимум три-четыре дня. С нами Бог. Мы русские, с нами Бог. Субтитры создавал DimaTorzok